друзья приветствую вторая часть посылки от дмитрия из дмитрова в первой части напомню был g energy synthetic active 530 3 b4 в этой посылке вот третья строчка сверху это синтек премиум тоже 530 а3 b4 из туарега восемнадцатого года вот описание условия ну приступим значит первым делом естественно я обновлю спектрограмму у меня честно говоря бы был спектр масла и но я как-то упустил этот момент что я пропустил его не был уверен что это а3 b4 но поэтому создал по новой болванку или я использовал готовую болванку так значит вот такая спектрограмма видно есть такая ступенечка между двумя максимальными пиками сейчас я увеличу покажу вот видите да где-то 1710 примерно 12 сотых если по аналогии с мобилом то это где-то 2 с плюсом чуть больше двух процентов стр of возможно кстати я вот подумал возможные это нафталины надо посмотреть на каких частотах они свистят вот разобраться может быть может быть это так потому что есть два основных пика у масел так вот что намерил прибор по противоизносным присадкам относительно к стролу 030 116 процентов чуть выше уровень понятно что я выставляю его в ноль для этого образца гликоля отрицательное значение тоже ноль сажу сейчас подкорректирую и обратить внимание на кислотное и щелочное то есть сам прибор намерил щелочное 10 и 6 а кислотное 168 все очень правдоподобно я даже не стал трогать эти значения кстати на одном известном сайте в лабораторном анализе было 10 и 3 щелочное и 168 кислотная то есть разница ой 1617 сотых по кислотному разница была и три десятых по щелочному поэтому я так и оставляю эту дельту наверное самое правильное чтобы оставлять значение которые намерил прибор вот эту разницу между кислотным и щелочным так значит смотрите это у нас как я уже говорил фальсваген туарег трехлитровый дизель crc и на чипе 290 сил егр катализатор удалены пробег 104 тысячи километров пробег на масле 6 6549 что составляет 149 моточасов топлива газпром так нефть раз нефть ну и вот смотрите что намерил прибор значит 89 процентов противоизносных присадок гликоля нет нитрование 7 и 7 смотрите какая низкая сажа 12 сотых здесь засветилась желтым кислотная но не обращать внимание там немножко я напутал с лимитами поэтому засветилась я потом подкорректировал и посмотрите какое высокое щелочное то есть масло очень медленно срабатывается очень медленно ну понятно что это заслуга в основном это заслуга дизельного мотора с большим картером топливная работает в идеальных условиях у дмитрия написано средняя скорость 41 километр в час но если пересчитать вот этот пробег на масле на моточасы получается почти 44 то есть очень щадящий режим в основном трассовый пробег вот поэтому такая низкая сажа экологии нет это тоже позитивно влияет ну в идеальных условиях я думаю что расход небольшой это очень важное условие чем меньше расход тем меньше потребленного кислорода соответственно меньше окисления все это вот вместе с экологией со всем остальным дает вот такой позитивный очень позитивный момент я думаю что ресурс будет более чем серьезные для такого бюджетного можно сказать масло сейчас я покажу вам на 150 может моточасах сравнение вязкости давайте посмотрим все-таки дизельный мотор для него актуально для дизелей этот пресловутый шерстабилити тест потому что это только для дизелей он к дизелям относится ну и вы смотрите вообще фантастика супер 150 моточасов а масло стоит на месте есть минимальное загущение там может быть на миллиметр но это здесь все-таки я считаю что это от удаленного егр а да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался ну и нажать колокольчик кто хочет получать уведомление новых видео значит шерстабилити тест относится и даже в гости прописан что это для дизельных европейских автомобилей так посмотрите оценку ресурса что было что стало и вообще космос 37 тысяч километров и 840 моточасов прогноз фантастика я думаю если сюда добавить экологию вернуть на место то будет скорее всего то что рекомендует там производитель не я не знаю там тут до 30 тысяч наверно ну где-то в районе 30 результат просто поразительный фантастика но все-таки не забывайте что в бензиновом моторе я думаю масло отработает похуже вот и если есть экология условия эксплуатации пожестче вот конечно она так не отработает но тем не менее масло очень достойная вот не хуже там каких-то именитых образцов я думаю что будет близко поэтому наверное все таки соотношение цена-качество одно из самых оптимальных можно можно смело использовать особенно вот дизелях вообще супер вот такой получился тест пишите что думаете об этом благодарю дмитрия за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья береги тебя и близких увидимся следующих видео пока